Сегодня опять говорим про цену биткоина, потому что на графике биткоина появляется кое-что и ведет нас к следующему крупному движению биткоина. И я могу сказать вам кое-что. Сегодня у меня просто сумасшедшие новости по цене биткоина для вас. И я поделюсь с вами. А сейчас, ребята, давайте переходить прямо к контенту. Как видите, здесь у нас часовые свечи. И я хочу поговорить о том, что, скорее всего, произойдет в ближайшее время. После того, как мы сломали первый паттерн голова и плечи, дошли до нашей цены внизу, даже немного ушли за нее. Второй паттерн голова и плечи, который привел нас к цене внизу, почти к той, которую мы высчитывали. Кстати, не забывайте забирать прибыль чуть ранее, чем сама высчитанная цена. Я здесь не трейдил, конечно, но все, кто занимался этим, поздравляю вас, ребята. Но сейчас я хочу поговорить о том, что, скорее всего, произойдет с ценой биткоина в ближайшее время. И, конечно же, если вы подписаны на наш канал, вы видели, что вчера я говорил про этот новый симметричный треугольник. И знаете что, ребята? Совсем скоро я открою свой новый трейд. Я уже не открывал ничего какое-то время, но совсем скоро обязательно начну. Открою его примерно... Эээ, знаете, просто дождитесь. Я покажу вам конкретно, когда я сделаю это, на каких ценах и когда я собираюсь закрыть его. Так, мы сможем убедиться, что с большой вероятностью... Конечно, ничего не может быть на 100%, но он будет удачным. Поговорим обо всем этом сегодня. Конечно же, я покажу вам все свои трейды. Мой новый трейд, также много чего еще. Большое спасибо за то, что присоединились к нам сегодня, ребята. Наша русская комьюнити растет, и я надеюсь, в будущем такая тенденция продолжится. И, конечно же, ребята, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео, чтобы мы могли достичь нового рекорда. Также обязательно подписывайтесь на канал, если вы новичок здесь. Нажимайте на колокольчик и на все. Так, вы будете получать все уведомления о видео, когда я их выпускаю. Давайте вместе строить самое прибыльное и поддерживающее комьюнити. Окей, если вы подписаны на наш канал, то вы знаете, что пару дней назад у нас был прорыв вниз. Я говорил про него, и мы достигли цены, про которую я говорил. Почти что идеально. Затем, был еще один паттерн голова и плечи. И я уже так много про них говорю, что мне должны за рекламу шампуня платить. Но что поделать, такие у нас графики. Итак, он пробился вниз, и посмотрите. Мы почти что дошли до нашего прогноза на цену. Конечно, это не лучший знак, когда медвежий паттерн прорывается вниз и доходит до предполагаемой цены. В общем и целом, у нас тут пять паттернов голова и плечи. У нас не только этот и этот, и этот большой, который прорвался и пытается переподтвердить прорыв. Прорыв вниз все еще не подтвержден. Ну и, конечно же, есть паттерн еще больше. Вот этот, самый большой. У нас их огромное количество. На самом деле, у нас тут прямо как в фильмах Нолана, как в начало. Просто послушайте это. У нас паттерн голова и плечи, внутри другого паттерна, внутри еще одного, и внутри еще одного. Я просто уже давно такого не видел, чтобы было так много одинаковых медвежьих паттернов в одно время. Так, дайте-ка вернусь на часовые свечи. Как видите, сейчас очень много таких паттернов. И последний на часовом графике. И я бы сказал, он уже заполнен. Если вы торговали на нем и забрали прибыль до прорыва вниз, то все нормально. Однако сейчас у нас все еще есть кое-что интересное на графиках. У нас есть большой паттерн голова и плечи, и мы пробились вниз из него. Но на самом деле, мы не подтвердили прорыв. И если перенести эту линию выше, и я бы не говорил, что это 100% правильно, но если все-таки сделать это, вы увидите, что биткоин все-таки подтверждает предыдущий уровень поддержки, который сейчас превращается в сопротивление. Но из-за новых высоких минимумов, я не могу сказать точно, что это подтвержденный прорыв вниз. Все еще может быть, но я бы отказался от торговли на этом большом паттерне голова и плечи на вашем месте. Это мое первое предупреждение. Как видите, здесь у нас W-паттерн. И как вы помните, ребята, W-паттерны – это одни из моих любимых. Мне просто обожаю торговать на них. И ими очень прибыльно торговать, потому что большая их часть доходит до наших прогнозируемых цен. Но, ребята, держите в голове, что структура биткоина меняется сейчас. И сейчас на графике у нас снова потенциальный паттерн голова и плечи. Как видите, у нас здесь W. И точка для прорыва была примерно на уровне выреза. Это примерно на уровне в 37 600 долларов. Цена поднялась. Несколько фитилей находятся выше этой цены. Конечно, мы не подтвердили ничего по нашей торговой стратегии, и, как видите, мы пробились вниз. За последние пару месяцев все наши паттерны пробивались наверх, поэтому у нас было очень много прибыльных трейдов, и именно поэтому у нас самая прибыльная комьюнити. И не только потому, что мы трейдили эти паттерны удачно, но также потому, что мы не торговали их до тех пор, пока наш прорыв не подтверждался. До тех пор, пока наши W, которые появлялись везде, не подтверждались. Поэтому вы должны были сторониться этого трейда, но могли удачно торговать здесь и также здесь. Хотя я сам бы и не торговал здесь, но в любом случае это был бы удачный трейд, потому что мы на самом деле не подтвердили здесь прорыв вниз, но все равно дошли до цены. Но в любом случае, поздравляю всех, кто трейдил здесь, и вместо того, чтобы просто ждать W паттерна, потому что он может стать очень прибыльным здесь, и я все-таки хочу поговорить про него, ребята. Потому что если он прорвется, это произойдет сегодня. Во-первых, это сопротивление здесь не очень приятное, которое вытекает из поддержки. Но, как видите, прорыв отсюда 100% произойдет сегодня, и я покажу точно, куда он приведет. Лично я не буду здесь торговать. Самый консервативный вариант – это установить линию на этом уровне, либо довести ее до тела свечей. Я же установлю на таком уровне. И, ребята, помните, если соберетесь торговать, пожалуйста, забирайте свою прибыль ниже цели, и торгуйте только после подтвержденного прорыва. Но в целом этот W паттерн может привести нас прямо наверх, еще раз, до очень знаменитого уровня наверху. Уровень прорыва, кстати, 38 900, но цель на цену у нас в таком случае будет 39 940 долларов. Уровень в 40 000 долларов приходит к нам снова и снова. Дошли до него здесь и здесь. Этот уровень много раз считался уровнем, до которого могла дойти цена из разных паттернов. И посмотрите, сейчас прогноз на нашу цену на том же уровне. Итак, пока что я не собираюсь трейдить на этом паттерне, но есть отличный паттерн, на котором я хочу открыть позицию. Прекрасный паттерн, потому что пока что он подходит по всем параметрам. Итак, сейчас я хочу поговорить про один паттерн. Все потому что этот паттерн просто прекрасный. Я таких не видел уже очень долгое время. Как вы видите, давным-давно, еще здесь, мы подтвердили этот уровень как поддержку, три раза подряд на четырехчасовом графике, затем еще раз пятый, затем шестой здесь, затем седьмой здесь, если чуть перерисовать его. Семь раз подряд мы коснулись этого уровня поддержки. И, конечно, первое, правила торговли особенно касаются линии тренда. Чем больше раз мы тестируем уровень поддержки или сопротивления, тем с большей вероятностью она сломается. Итак, мы тестировали этот уровень уже семь раз, и мы будем тестировать его еще много раз. Но по сути, сейчас мы видим очень большой симметричный треугольник с несколькими точками касания наверху также. И что мне нравится в этом паттерне, так это то, что у нас снижающийся уровень, по крайней мере, какое-то время, пока идет этот паттерн. Также у нас очень много точек соприкосновения наверху и внизу. И сейчас вершина этого паттерна находится на 23 января, примерно вечер по Гринвичу. Поэтому с большой вероятностью через 4 или 5 дней максимум мы увидим прорыв из этого симметричного треугольника. Итак, здесь вы видите относительные нереализованные прибыли и убытки. Эти данные собраны с блокчейна Биткоин, взята относительная нереализованная прибыль и разделена на относительные нереализованные убытки. Опять же, все из Биткоин-блокчейна. Когда Биткоин двигался на определенную цену, а затем снова двигался на другую цену, если цена выше, то этот человек мог получить прибыль. Если цена менялась, а потом опять менялась, но уже в нижнюю сторону, то это уже относительные нереализованные убытки. Прибыль делим на убытки, все просто. Здесь у нас синяя линия, которая соответствует цене Биткоина, а также красная линия, которая показывает относительные нереализованные прибыли и убытки. И как видите, этот сигнал был очень точно передан здесь. Сигналы к покупке отмечены в зеленой части. Здесь все показатели, когда мы были ниже нуля. В этой области больше убытков, чем прибыли. Это период растряски, период капитуляции. Большое число людей понесли убытки. Так что капитуляция здесь очевидна. И, конечно же, это всегда было историческим событием. Много людей слышают новости, и много людей боятся. Но если посмотреть на этот график, то люди знали, что нужно покупать здесь во время медвежьего рынка. Люди знали, что нужно брать вот здесь, в 2014 году. Люди знали, что нужно покупать здесь, когда биткоин упал до 3000 долларов. Именно это давало нам ответ. Так мы понимали, что нужно покупать. И посмотрите на это. Теперь мы переходим на этап жадности. Вы можете сказать, что раз мы переходим на жадность, и когда больше чем... Сколько там процентов... Около 50% получается. Так вот, когда больше 50% людей были в плюсе, мы получаем эту стадию жадности. Эта стадия очень интересна, потому что она работает немного по-другому. Вы можете начинать покупать здесь, на стадии страха. И это не значит, что вам стоит продавать на стадии жадности. Вы могли подумать о расширении, если начинали покупать вот здесь. Если что, я не говорю, что я лучше всех на рынке с моим холдинг-портфолио. Но что же это значит? С биткоином совсем другая ситуация, нежели с акциями. И многими другими вещами. Биткоин просто невероятный. По-моему, до ужаса недооцененный актив. Именно поэтому мы видим, что в прошлом стадия жадности продолжалась очень долгое время. Причина, почему биткоин так недооценен, по-моему, заключается в чем-то таком. Я открыл предложения денег. Их печатают каждый день. Также об этом говорят новости. Третий стимулирующий чек грядет. 1,9 триллиона. Прямо сейчас избранный президент Джо Байден объявил о плане поддержки в 1,9 триллиона. Это третий этап стимулирующих чеков. Где-то мелькает информация про следующую неделю. Так что очень-очень скоро нагрянет третий стимулирующий чек. Звучит хорошо. Люди получают деньги, чтобы купить еду. Это, конечно, хорошо. Но что же получится в итоге? Это обесценивание циркулирующего предложения фиатной валюты. И это также уменьшает вашу покупательную способность. Именно поэтому биткоин так невероятно недооценен. Его нельзя просто взять и распечатать. И сейчас мы идем на стадию жадности. И что же это значит? Это значит, что если посмотреть на прошлый опыт, когда мы попадали на стадию жадности, мы оставались на ней в течение всего бычьего рынка. И это только начало, ребята. Биткоин только начал. Биткоин смеется над такими ценами. Через 6 месяцев просто все будут невероятно завидовать. Все, кто не купил биткоин на 40 тысяч, будут завидовать вам. Это только начало, ребята. Конечно, мы наблюдаем коррекцию на рынке. Но факт остается, когда мы достигаем стадии жадности, биткоин остается здесь очень долго, примерно на год. Например, как в этом году было. Так что мы можем уже дать росту цены биткоина на протяжении примерно 8 месяцев. И это очень важно понимать, ребята. Итак, ребята, спасибо большое за просмотр. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипто. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте делиться этим видео с друзьями. И как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока.